Кто там? На меня толкни. Добро пожаловать в царство любви и чистоты. Доброе утро, Юра. Приятно приходить с работы и тут слышать такие слова. Доброе утро нам. Юрочка, привет наши подписчики. Вот сегодня так необычно мы начинаем свое видео. Ты уже где-то был? У меня уже с утра два заказа уже сделал. Юра, знаешь, почему так получилось? Я вчера сказала, что что у Юрочки машина простаивает. Надо было давно мне сказать. Даже сейчас решил не ехать, потому что предлагали везти в Хлебниково холодильную витрину. А у них грузчиков нету. Начали. Ты подожди. Я говорю, давайте на неделе перевезем. Они приехали на портере, чтобы забрать эту витрину в холодильную. А в холодильную витрину не влезла машина. И что? Понадобилась моя века. А к нам Зорушка приходила с утра. Все почистила, попылесосила, убрала. Но я ее сейчас отпустила. Сказала, ступай с Богом. Ну, разреши угостить тебя вкусным обедом. Ну, ладно, что не мистер Поптер. Нет, мистер Поптер не заходил. Золушка заходила. Юрочка, мы с Леной решили поехать посмотреть один из самых красивых районов Зеленограда. И приглашаем тебя с нами. Мы тебя специально ждем. Так, сейчас я облею по этому поводу. Ну, давай, это Лена уже готова. Собирайся быстрее. Сколько времени у тебя есть? Сейчас два часа. Тебе в шесть на часов на погрузку, да? Ну, в шесть на погрузку, да. Ну, да, успеем. Просто я думаю, мы еще на дачу, на озеро заедем. Ну, там как получится, да? Хочется походить по даче уже, подышать свежим воздухом. Так, у нас сегодня суббота. Двадцать... Какое число? Двадцать третье, да, уже? Не двадцать второй. Нет, двадцать третье. Плюс восемь градусов. Два часа дня. Восемь градусов у нас погода в Зеленограде. Едем за Леночкой. Наши люди в булочную на такси не ездят. В белых кроссовках, в дождик. Так, наконец-то наша команда вся в сборе. Я говорю, что наши люди в булочную на такси не ездят. Это ты в белых кроссовках выгляделась в дождь. Наконец-то наша компания в сборе, и мы едем... Компания отказался на отрезку. Сидит в пещере, сказал, не поеду, никуда не за что. Ему нужно личное пространство свое, да? Он использует эту пещеру как лично свое. Но у него почему много таких пещер, подумай. Кстати, заметили, мы собрались на прогулку, и закончился дождик. Дожди давай, да, едем, посмотрим. Все, опять шел дождь, опять закончился. Вот мы подъезжаем к району МЖК. Красивый, конечно, район в Зеленограде. Какой? Треть. Очень хорошее элитное жилье. Ну, сейчас, Юра, на прямом эфире расскажешь. Дыши, Юра, свежим воздухом. Смотри, какая красота вокруг. Ты часто сюда ездишь? Бывают заказы? А, Юр, переезды бывают? Бывают, но не очень часто. Но это считается богатый район, да? Да, он такой обособленный. Но здесь, конечно, нужно обязательно, чтобы свой автомобиль был. Хотя, наверное, автобусы тоже ходят, да? Ну, чисто, красиво, такие хорошие, красивые дома. Интересные такие. Даже у меня человек, у него двухуровневая квартира. Здесь у меня же приедет. Здорово. Здесь такие есть квартиры повышенной, улучшенной планировки. Ну, единственный минус, конечно, этот микрорайон обособленный от города. И добраться, например, до Москвы неудобно. А нету сплошного выезда сразу на Ленинградку? Здесь вот почему? Есть выезд, он все, пожалуйста, на Ленинградку езжай. Ну, а что неудобно? Ну, неудобно, что ты немножко не в самом городе, то есть немножко вдалеке находишься. Ну, машина нужна. Если, например, тебе нужно ездить на электричке, то это надо добираться. Ну, все-таки 23-й район удобнее, да? Ну, 23-й, конечно, удобнее. Но здесь, видишь, планировка хорошая квартира. Тут квартиры шикарные и очень дорогие. Так холодноватенько мне без шапки-то. Мне Юра смеется всегда. Не забудь шапку. Зато пока нет дождя, сейчас спокойненько погуляем. Чуть-чуть. Юра бы не хотел здесь жить. Ты, Елена? Ну, потому что он немножко далековато. Ну, я бы тоже, честно, не хотела бы. С позиции того, что сейчас мы живем все рядом, мы близко к Тешей доступности, а здесь ездить надо. Да. Ну, а так-то жилье здесь. Нет, ну, жилье здесь прекрасное. Кринь какая-то, непонятно. Что это? Скульптура такая. Что это такое? Да? Для чего? Назначение. Какие-то доски лежат. Пожалуйста, не ломайте сирень. О, домишки какие. Везде. Госпания, как это архитектор этот? Гауди. Гауди. Это, наверное, Гауди такое. По экскизу Гауди. Смотри, Юра, ты был здесь? Я вот это даже не видела, смотри. Прямо, Юр. Видел вот эти, да, строения всякие? А? Был здесь? Ну, здесь, да, был как-то. Ну, так интересно, конечно. Сейчас с большим удовольствием посмотрю сейчас еще. Кристина, когда приезжала, мы сюда с ней приезжали. Ей очень понравилось. У нее был всего один день, по-моему. Ну, в самый первый раз. И вот мы думаем, куда поехать, чтобы близко. И приехали с ней район, пятый район. МЖК называется. Видите, сейчас прямо здесь водичка должна, наверное, да, спускаться. Сейчас у Лены спроси, поднимаемся. Лен, поднимаемся? Ну, там, где-то вода нет, потому что вода и рыбы. А, Лена говорит, вода и рыбы. Юр, в садах там рыбы нет нигде. Ну, давайте поднимемся, посмотрим с высоты. В середине, видите, уже все. Ленинградка есть свой выезд. И, пожалуйста, пустынно, никто не гуляет. Потому что карантин. Так, несколько одиноких прохожих. О, вон уже Зеленопарк. Видите, как близко Ашан, Зеленопарк. Все тут. А Лерой Аберлин работает? Нет. Только садовый центр. Вот, видите. Ну, хотя тоже все близко. Юра, ты Лену видишь? Да, я знаю. Я знаю, я рассказываю. Рассказывает историю создания района. Что, Юрочка? Еще расскажешь, интересно. В завтра куда ты едешь? Завтра, сегодня я гружусь. Завтра еду в Скопину. Везем в комиссию. Везешь в дачников? Да, везу. Бабуле везу на дачу. Твои постоянные клиенты. Да, мы постоянные клиенты. Уже сколько лет ты их и возишь, и возишь. Да, ага. Как ты с удовольствием прокатился на машине? Ну, учу. Ну, как всегда. Все, работа выполнена. Замечательно все. Красивые. Это такие кустарники. Видите, все начали после самоизоляции ценить красоту. Даже Юра. Видите, красивые, говорит, кустарники. Цвет красивый. Цвет красивый. Погуляли, постояли, поснимали. Да, Юра? Поедем домой или куда? Ну, в Дарвин поехали съедем. Покрашивай семена, которые там, наверное, есть. Ну, поехали. Посмотрим, декатлон ты хотела или нет? Декатлон вряд ли открыт. Ну, поехали, посмотрим. Юра, Юра, смотри. Уже все, весь в информационной деятельности. Кондитерская. Ведите меня к моей машине. Там аппетитно вкусные десерты. Леночка, про десерты забыла. Забыла. Мне зрители столько написали комментариев. Юра, мне нравится, Юра у меня как громкоговоритель. Причем, если я вечером разговариваю в комнате, он идет и разговаривает рядом. Причем, ему не мешаю я нисколько. Пена какая. Здесь мощь и не стресса. Ну, наверное. Что это дело может? Так. Столько рецептов. Оксана, держись по поводу снижения веса. Сейчас свеженькая, там и капуста, и рецепт с авокадо. В общем, у нас зрители, это наша кладезь. Они так поддерживают и стимулируют. Астана, зрители, конечно, молодцы, но ты же понимаешь, что ты же это все знаешь. Да у меня с теорией вообще всегда... Просто нет силы воли, девчонки. Просто вот и все это прекрасно знаешь. Я за межи. Ладно, лучше есть белки там, с овощами. Я за пять. И что вообще лучше овощи есть. Где машина-то наша? Ну, туда, прямо идти. Господи, уже заблудилась водитель. Я за пять дней скинула почти килограмм. Вот. Пусть многие подумают, что это вода, а я буду говорить, что это лишний вес уходит. Целый килограмм. Представляете, килограмм сахара. Или килограмм муки. Вот так вот. Озела пересохли, рыбу выловили. Нет, но он, видимо, искусственный такой водопад. Ну, запусть, а там уж еще холодно рыбнуто. Пока еще не провели работы все до конца. А так все равно красиво. Вот, допустим, если ты живешь, если ты здесь живешь, то выходишь, например, просто посидеть. Там неплохо. С ребенком погулять там, к примеру. Чисто. Получается, индивидуальный вход, да? Да. Вот кто на первом этаже, вот этот весь балкон. Да, у тебя свой вход. Не, ну классно, конечно, что тут говорить. Здесь очень большие квартиры, я уже говорю. Наверное, двухуровневые. Не, ну, двухуровневые я не знаю. Ну, не все. Юра ездил в двухуровневые, он рассказывал. Да, у меня есть клиент, человек. Но я с ними работаю часто. И вот они здесь двухуровневые квартиры. Так, а мы в Зеленопарк. Заехали с Леной кое-что докупить. Ты хочешь, Лена, семена, да? Или рассаду с перцем? Лена, семена, но с ума скидкой. Давай. Очень нравится этот магазин, Гудвин. Что сейчас, когда все закрыто. Вот немногие работают. Тоби работает, Гудвин работает. И еще несколько садовых центров. Юра, что бы ты купил на дачу? Я бы на дачу. Казан, давай посмотрим, сколько казанчики здесь стоят. Да, и посмотрим. Ну, мне кажется, здесь дорого. Надо казан смотреть. Заказывать по интернету? В Ашане или в интернете. А здесь есть они вообще? Нет, посмотрим. Вот инструмент. Инструмент нам не нужен. Ну, это, конечно, шашлык в тандыре. Мы такой не делаем. Вот, Юр, казан, иди сюда. Чугунный. Ого! Ого! Ты подними крышку-то. Чугунный. А сколько стоит? Не найду ценник. Такой в 7 тысяч, по-моему, стоит. Ого, нихренно себе. Это на 8 литров? На 12. На 12. Это над узбеком. Нет, нам надо чуть-чуть поменьше. Нам на 7-8 литров. Да, вон, смотри, вон такой стеклянной крышкой. Не стеклянно, алюминиевый. Алюминиевый. А, алюминиевый. Отсюда, кажется, как будто как стекло. Так насколько оно блестит. Там, посмотри, написано, наверное. Гриль, смотрите. О, совсем другое. А важно, чтобы крышка была чугунная? Вот, дорогой. 8 990. 9 тысяч. Не, мы с тобой... А детская чаша, зачем она? Не, не, мы закажем подешевле в интернете. За 9 тысяч мы не готовы купить. Самогонный аппарат. Смотрите. Юра, вот ты бы на изоляции, чему ты полезному научился? Хоть бы самогоночку нагнал бы. Друзей бы пригласили. Вот, надо же сначала купить дистиллятор. Ну. А после уже дома. Конечно. Юра, вот дистиллятор. 10 тысяч. 10, но дорого. Дорого? Смотри, сразу здесь сколько виномер. Спиртометры. Спиртометры есть. Все, видишь, вот все, что для этого. А вот 12 тысяч. Смотри, с краником, с каким, Юр. Прикинь. Раз, отсюда самогон. И дрожжи, смотри, сушеные. Ну, все, для производства. Прикольно. Но это разве официально разрешено? Ну да, в домашних условиях. Для себя. Ты же для себя не на продажу. А как доказать, для себя ты или не для себя? Потому что объем, ты видишь, какой маленький. Причем, смотри, что мне нравится. Вот. Это можно мини-самогон сделать. Как сказать, производство. Смотри, и бутылочки сразу с крышечками. И вот это что такое? Дозатор какой-то. Нет, это отстойник, видишь. На это не разбираюсь. Ты-то, видишь, поумнее будешь. Это не моя тема. Я этим никогда не занималась. Хотя попробовать можно было. Да, что это ерунда. Это тоже мы хлебопечку купили. Я настоял. Да, хлебопечку купили. Попекли несколько раз хлеб. На этом все у нас закончилось. Пыл у нас у вас. Да. Нет, ну допустим, мультиварка я постоянно пользуюсь. Потом тостер тоже постоянно. Все остальное пока... Ну, не все остальное, а хлебопечкой вообще не пользуемся. Мы и так хлеба не очень много кушаем. Но очень, короче, как-то не завелось у нас. За цене 32 тысячи. Ну, вообще шикарные. Я на них уже смотрю, какой раз. Так это... Фонарь вся где-то... Нет, фонарь это не идет в комплект. Не идет. Это чтобы лучше видно было качели. Шикарные, да? Ну, они такие, да. Я бы с удовольствием такие. С удовольствием. Кто бы подарил бы, Юр? Пойдемте посмотрим, что там есть еще. Видишь на улице сколько цветов, Юр? Мы уже сюда визит ездили. Покупали здесь. И грушу, и цветы. Не, грушу мы в Вобби покупали. Грунт здесь покупали. В общем, так, по мелочевке. Растильнее. Ну, понятно, ты же не... Да, ты же не женщина. Ты живешь с рулем, скажем так. Миром инвестиций. Миром инвестиций. Финансами. А мы люди приземленные. Нам нужны розочки. Цветочки, да. Мы простые. Отработали на дачу пахать. Что там нам голову забивать инвестициями? Согласен? Так, вот, Лена. Тимьян. Овощной, кстати, есть. Ну, в основном уже все, мне кажется, отсадились. Капустка. А, капуста поздняя. Ой, сколько раз я ее сама даже дома вот до такого состояния выращивала. Мы сажали... А, вот Лена хотела. А, нет, это капуста. Так, ну что, Юра? Тебе ничего не заинтересовало на... Ну, так, посмотрел. Хорошо. Как-то я равнодушен как-то мог. Ну да, но на даче тебе нравится, да, созерцать? Когда все это на даче? На даче нравится отдыхать. На даче нравится отдыхать и петь. И петь, да? Да. Это твое. Короче, видите, Юра на даче готов делать шашлыки. Петь, пить. Ну, да, и созерцать красоту вокруг. Так, что-то я не вижу этих растений, которые я хотела купить. Давайте, смотрите, на голубику какая акция. Была 439, осталось 199. Вот что-то я не помню, чтобы она 439 была. Мне кажется, так и было около 200. Вот мы нашли то, что вчера с мамой смотрели, то, что мы написали. Называется спирея. Вот такие 349 рублей стоят. Многолетнички, видите? Очень красиво цветут. Спасибо зрителям, что написали. А еще, ого, вот это, смотрите, 2799. Вкус такой большой. В общем, друзья, вот такую штучку одну я уже несу в кассу. Посадим одну, а под осень посадим еще. Посмотрим. 349 рублей стоит. Ну, все, друзья. Сейчас готовлю быстренько ужин. И встречаемся с мамой через час на бульваре. 10 тысяч шагов никто не отменял. Все. Вышла на бульвар. Сейчас встретимся с мамой. И походим. Понимаете, когда ходишь с кем-то, с мамой, либо с Леной, идешь, болтаешь, болтаешь. И прямо время летит так незаметно. Ну, когда ходишь один, тоже в этом свой плюс. То есть идешь, о чем-то мечтаешь, что-то представляешь. И так прямо являешься действующим лицом какого-либо события. Тоже интересно, тоже увлекательно. В общем, и так, и так хорошо. Я вижу на горизонте маму. Место встречи. Видите, мама впереди идет. Мамуль, привет. Привет. Как ты? Нормально. Ну, в ту сторону пойдем? Я сегодня как белка в колесе. Выходной. С утра встала. Фу, мне жарко. Бегом-бегом убралась. Приехал Юра. Покормила его себя. В МЖК поехали. В Зеленопарк поехали. Приехал сейчас, быстро сделала ужин. В общем, и с тобой встречаемся. Вот там, видите, написали зрители, что это называется спирея. Или спирея, как правильно? Спирея. Спирея. И я сегодня купила маму кустик один. Но она, оказывается, Оксана, цветет тоже не очень долго. Ну, посмотрим, попробуем. Один кустик посадим. Она так не очень дешево стоит-то. Там были большие кусты. Я тебе показываю по видео. Не знаю даже, куда поделить. Это то ли по изгороди вдоль. Ну, посмотрим. А мы завтра планируем на дачу? Я планирую. Слышали? Я планирую. Вы как хотите. Я планирую. Согласна? Не надо там кое-что подделать. Мам, к тебе там как к специалисту по клубнике обращаются. Первый год купили дачу. Говорит, клубника там. То ли листья у них с дырочками. Там же за ней особый уход нужен, да? Ну, а как же это? Какие-то букашки едят. Но надо нашатырный спирт. Две ложки на столовой нашатырного спирта. Развести в 10 литрах воды и побрызгать лейкой. Вот. Слышали? Простой рецепт от мамы. И попробуйте. Там много. И топаз можно. Не, ну, это самый простой. Нашатырный спирт. Не поможет, тогда уже мама другой рецепт вам даст. Ладно, завтра, значит, пойдем поедем на дачу все. Ну, а сейчас мы с мамой удачно должны походить часок. Мама рассказывает, как она любит май. Лену встретили. Лена уже как сколько? 12 тысяч шагов прошла. Лена хочет меня обогнать, короче. Но ей по статусу положено. Она всегда стройнее меня. На два размера, да, вам было? Не прибедняйся. Ты тоже хорошо это... Не прибедняйся. А питание? Ну да. Питание неправильное. Ты меняешь в корме. Сейчас Юра говорит, хочу, говорит, макарончиков и грибочки со сливками. Да, вы меня высадили. И я домой зашила на две минуты, там оставить вещь. И такой запах жареной картошки. Ух ты. Андрей сделал салат с помидорами, с огурцами. И жареной картошки пожарил. Садись кушать. Я говорю, иди. Пошла ходить. Папа, жешь картошечку. Не, а мне нравится, Андрей, он все так старается для тебя. Лена, ну немножко можно. Это не то, что совсем... Я знаю, что немножко мне не получше. Потому что у Лены жарят настолько вкусную жареную картошку. У Лены либо много, либо ничего. До бабочки бежит. Тебе до бабочки, моя машина. Не, Андрюшка, насчет этого... Не, он молодец, готовит у тебя отменно. Да. Поэтому... Поэтому Лена, скрипя, как говорится, сглотнув, пожалуйста. Нет, я сейчас вот вкус вилы. Ну, чтобы просчитать калории. Мне говорят, купите малышу. Малышу не хочу я покупать. Вот эти замороженные, что ли? Да не замороженные, там есть такие в основном. Да, ну... Ну, такой ассортимент, который я, допустим, эти продукты, но не ем я их. Тыкву я ее не люблю. Да мне вкус вил действительно пошел, купил все, что тебе нравится. А вот вкус вилы я, во-первых, могу рассчитать калории. Во-вторых, я покупаю то, что я ем, то, что мне нравится. И там нет продуктов, которые я, в принципе, ну, вот не употребляю. Зачем мне покупать то, что я не люблю, не буду есть вот противно. Вот мне это противно. Конечно, не получать удовольствие. И так ограничиваешь, еще и не получаешь удовольствие. Я вчера бежала, тоже вкус вил забежала, купила куриную котлету и две веточки брокли. И наелась, и вкусно. И самое главное, там написано, ты знаешь, сколько ты калорий съел. Ну, я в калориях еще не считаю пока. Кастрюльку картошечки, варуку картошечки умяла. Там калории уже 100-точный рацион. А все хочется, да? Как тяжело менять, менять привычки. Я как по саду мам на Волочкову, у нее полный холодильник, шпината забит, всего одна зелень. Брокколи. А я, например, брокколи в жизни не... И мне не хочется их есть. И мне не хочется, сколько поезжаешь. Потому что это не наша еда. Ну да, поэтому, видите... Но она так не наша. Если ты к ней привык и ее ешь, то ты к ней привык. Но привыкнуть к ней сложно. Сложно. Как вот рукава, я ее не люблю. Но с апельсином... Вот с апельсином она у меня пошла. Еще креветочки туда. Курицу не люблю, грудку. Ни в каком виде. Вообще, курицу люблю только на шашлыке. Все. Видите? Каждому свое. Рыбу обожаю. Поэтому Таиланд очень люблю. Но теперь только мечтать. Мечтаем вместе. Зато у нас есть видео, которое позволяет вспомнить, особенно, последнюю поездку. Да, Лен? Я недавно пересматривала, как вы... Пересматривала, Лен? Ну, то, что не было заснято для... Лен, Лен, то, что не было заснято сейчас... И как мы на коня... Хотел сказать, на коня. На срана с Леной садились. Лена, какое удовольствие. Здесь никакого удовольствия нет. Нет, но все равно съездили с удовольствием. Отлично. Ладно, мы пошли. Фу. Все, друзья. Сегодня, по-моему, 12 тысяч шагов. Надо будет посмотреть. И сейчас пойду куплю себе. Фу, жарко, все мокро. Лучше надо не снимать. Куплю себе. Не себе. Куплю нам с Ёпчиком. Крубнички. Он наказал. За это куплю авокадо. Ну и хлебушка. Все. А вам, как всегда, спасибо за то, что смотрите наше видео. Все. Всех целую. Пока-пока. Пока-пока.